Итак, друзья, это 17 занятие из курса HTML-мастер. Мы продолжаем дальше изучать HTML-пятый. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь обязательно этим видео в своих социальных сетях. Так, мы в последний урок, он уже был достаточно давно, остановились на форумах. Сегодня мы это будем дело все продолжать, и я вас познакомлю еще. Опять мы разбираем именно атрибут type тега input, его достаточно много, но сегодня мы почти что, почти что мы его добьем. Итак, наш тег input, давайте мы сегодня разберем type атрибут, связанный с указанием dat. Так, поэтому давайте вот где у нас укажите ваш пол, да, давайте вот тут мы сделаем копию, так, и вставим сюда. И напишем, например, укажите dr, ну, дату рождения, да, тут не буду я много расписывать. И теперь смотрите, чтобы указать dr, кстати, тут давайте мы тоже все это поменяем на dr, так, на латинице пишем, соответственно. Name тоже пускай будет dr. Так, здесь, покуда вот этот мужской, давайте мы с вами удалим. Так, вот это мы тоже с вами удалим. Итак, укажите дату рождения. Итак, как указывать дату? Для этого есть специальный атрибут под названием type, точнее значение date. И видим, что здесь у нас появилась вот такая штуковина для ввода даты. Причем дату мы можем вводить по-разному. Например, стрелочками на клавиатуре, видим, мы можем перемещаться между днем, месяцем и годом. И, например, если я вверх-вниз ввожу, то здесь у меня вводятся числа, да, вот такие. То есть это месяцы, года и так далее. Либо мы можем сами здесь выбрать, то есть ноябрь 2018, да, достаточно большой год, давайте мы назад вернемся. То есть, ну, вот таким образом выводится сюда дата обычная. Также у этого тега есть вариации, но, если честно, я их ни разу не использовал. Например, dateTime. Обратите внимание, что здесь у нас уже перестало все работать. Вот такой подсказки нету. Но вот как выводится эта дата. И также dateTime он указывает и дату, и время. И еще есть понятие dateTimeLocal. Тоже я его не использую. В принципе, для чего оно тут надо, я особо тоже не знаю. То есть оно указывает тоже дату и время, но уже локальную. То есть непосредственно, я так понимаю, это дата вашего региона. То есть, допустим, там, знаете, как раньше была разница между Москвой и Белоруссией один час там. И тут, видите, уже все у нас выводится при dateTimeLocal. Так, мы можем вводить и дату, и время. Причем, обратите внимание, укажите дату рождения. Давайте мы назад поставим date. Так. Так, сделаем здесь копию вот этого всего. Так, ctrl-d. Давайте мы сделаем копию. И тут мы указываем, например, укажите время. Да? Время. То есть мы можем отдельно указывать время. Так, input. Давайте тут напишем везде. Time. И, кстати, вот здесь и вот здесь. То есть, type со значением time. Так. По латинице. На латинском time. И, пожалуйста, видим, у нас выскакивает поле, где мы можем указывать время. То есть, в часах, соответственно, максимальное значение 23. И в минутах максимальное значение 59. То есть, вот так это дело работает. Опять-таки, можно стрелочками на клавиатуре все это контролировать, как я сейчас делаю. И здесь еще, друзья, вот забыл сказать в начале видео, вот эти все теги, которые мы сейчас рассматриваем, то есть, атрибуты type со значением date, со значением time, то, что мы будем рассматривать дальше, они не работают во всех браузерах. То есть, если атрибут вот этот не будет работать, не поддерживается браузером, то тогда будет поле выводиться, как обычное текстовое поле. То есть, просто как текст. Понятно, да? Так, я назад возвращаю время. И здесь давайте еще мы разберемся. Есть еще два значения, про которые я вам не рассказал. Это значение months. Month. То есть, мы выбираем месяц. Например, видите, у нас появилось вот такое поле. Так, ну тут месяц у нас и так указан, да? Поэтому мы его уберем. Но опять-таки, мы можем выбрать месяц. Например, июнь 2015. Так, и либо там, давайте май 2015. Ну тут дату указываем, но видите, она здесь не отображается. И точно так же мы можем стрелочками на клавиатуре все это дело подправлять. Еще раз напоминаю, что эти вот теги, они работают не во всех браузерах. Например, ие, по-моему, их точно не поддерживает. Так, и последний атрибут, который мы сегодня разберем, значение, точнее атрибута type, это вик. Вик это по-английски означает неделя. И, соответственно, здесь мы можем указать номер недели в этом году. Например, 2015 год. Давайте мы зайдем в январь. Видим, вот первая неделя. Неделя 01. Если мы выберем, например, тут последний месяц. Так, тут у меня уже года пошли. Вот, декабрь. Вот, и последняя неделя, это 52, видите? То есть, мы здесь можем конкретно указать недели. То есть, когда мы там, в какую неделю, там, в определенном году что-то мы там делали. Ну, в общем, так вот это дело работает. Давайте я назад поставлю time. Тем значением, которые мы разобрали для атрибута type сегодня, мы можем также применять и старые атрибуты, которые вы уже знаете. То есть, это атрибут value, значение по умолчанию. Атрибут min, это минимальное значение. И атрибут max, это максимальное значение. Но здесь все дело в том, что мы должны указывать эти атрибуты, чтобы они отображались на HTML-страничке в определенном формате. Например, если мы хотим указать значение по умолчанию для атрибута date, type date, мы указываем значение атрибут value. И тут, если мы хотим указать, чтобы был 2005 год, вот этой простой надписи нам мало. Как видите, здесь ничего не реагирует, ничего не меняется. Для того, чтобы указать значение по умолчанию, нам нужно точно указать год, месяц и день. Обратите внимание, сначала здесь указывается год, затем мы указываем номер месяца, и затем мы указываем номер дня. Все, и тогда у нас применяется. Обратите внимание, что здесь идет в обратном порядке. То есть, сначала день, месяц, год, а вот здесь год, месяц, день. То есть, наоборот, почему-то. Почему так я, если честно, не знаю Было бы логично все использовать точно так же, как вводится здесь, но да ладно Итак, дальше Это мы указали значение по умолчанию Точно так же мы можем задавать как минимальное значение, так и максимальное Например, мы хотим указать, чтобы максимальный год, который указал участник Был вот именно вот этот наш 2005 Давайте мы здесь введем атрибут max И здесь мы напишем следующее 2005.01.24 Давайте просто скопируем и вставим Итак, и вот теперь смотрите Если человек будет что-то выбирать, он не сможет выбрать больше 2005 года То есть вот это последний год То есть 2000 год мы, например, можем указать А вот выбрать уже год больше 2005 мы не можем И более того, мы не можем в 2005 году указать месяц больше января и больше 24 года То есть мы 25-е просто выбрать не сможем Оно тут не выбирается, как вы видите Давайте я назад вернусь Так, январь и 24-е То есть вот это максимальное значение Ну то же самое работает Минимальное вы уже знаете, как это делать И теперь давайте разберемся с атрибутом dateTimeLocal То есть указание локальной даты и времени Так, local Итак, здесь как это работает? Как вы видите, value у нас уже тут не применяется Не показывается Не показывается И чтобы оно заработало, нам надо точно так же прописать дополнительно время Которое должно стоять по умолчанию И чтобы его указать, мы указываем год, месяц, день Затем мы пишем буквочку T, латинскую большую И тут уже указываем время Например, 08.00 Так, и теперь давайте я обновлю страничку Видим, вот у меня все уже спокойно применилось Вот именно так должно вот это дело работать И точно так же значение максимальное и минимальное указывается здесь Так, и смотрите Когда мы указываем максимальное или минимальное значение То вот здесь с тревочками на клавиатуре Мы в принципе можем еще выбрать больше, да Какое-то То есть значение, например, больше 24-го числа 31-ое, да И если мы тут заполним форму Так, и нажмем отправить То видим, браузер ругается Потому что максимальное значение числа Это 24 То есть вот именно для первого месяца 2005-го года Если мы попробуем указать второй Или следующий месяц Опять-таки будет ошибка Если мы укажем больше год То видим, года уже тут не выставляются больше То есть 2005-й это максимальный И дальше у нас пошло отсчет с нуля Вот так это все дело, ребята, работает Так, время точно так же будет работать Мы можем указать здесь время больше Так, здесь указать, например, 01 Здесь, так, какое там у нас значение по умолчанию Так, максимальный 2005-01-24 Ну вот время больше, как вы видите, да Жмем отправить И опять-таки нас выбивает ошибку То есть максимальное время это 8 часов утра Так, здесь давайте я вернусь Так, к изначальному виду Поставим назад дату Теперь давайте разбираться со временем Месяцем и неделей Итак, точно так же, чтобы мы могли указать значение по умолчанию для времени Мы будем использовать специальный формат для ввода Это ввод даты И указывается он следующим образом 08.00 То есть часы и минуты И тогда у нас здесь все прописывается Точно так же работает и максимальное и минимальное значение для времени То есть мы должны указать точно в таком же формате, как указываем value Так, вставляем Максимальное 8.00 И здесь обратите внимание Мы можем указать больше Но если жмем отправить Браузер будет снова ругаться Так, что делаем дальше Так, давайте я обновлю страницу Так, вот у меня value по умолчанию стало Отлично Теперь у нас на очереди месяц Month Так, чтобы мы могли указать месяц по умолчанию Мы должны использовать следующий формат Мы указываем 2015 То есть это год И через дефис указываем месяц 06 То есть сегодня июнь 2015 Так, и то же самое для максимального значения Мы устанавливаем сегодняшний месяц Так, сегодняшнюю дату И теперь человек, он не сможет выбрать Месяц больше июня 2015 года Меньше, пожалуйста Больше нельзя Вот так это работает Так, теперь что у нас дальше Это неделя Так, пишем week Так, здесь что мы делаем Чтобы указать неделю по умолчанию Мы указываем номер года Ставим дефис Потом ставим буквочку w Указывая, что у нас идут недели И здесь, например, мы указываем 24 неделю Это значение по умолчанию Неделя 24 2015 года Это у нас июнь Ну вот, это, кстати, это неделя и есть Так, среда 10, да? Отлично Вот это значение по умолчанию И точно так же мы можем указывать Макс и мин Давайте укажем 24 неделя Это максимальная Давайте мы даже еще больше расширим Так, и укажем Так, минимальное значение Мин, например, это будет неделя Десятая этого месяца W10 Так, и теперь смотрите Мы указываем значение Так, недель Вот у нас 24 Больше мы 25 неделю Мы выбрать тут не сможем И точно так же Смотрите У нас идет, видим, март Активный месяц Февраль уже неактивный Потому что там недели меньше 10 Вот в марте Первая неделя начинается с 9 Вот 1 марта А вот 10 неделя уже мы можем выбрать То есть 9 она выбираться не будет Как видите Вот так все это дело, ребята, работает Давайте я назад поставлю здесь время Так, время, 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 время Вот И напоследок важный нюанс Ребята, помните, пожалуйста Что на момент записи данного видео Браузеры EE и Firefox Еще не умеют поддерживать поля Для ввода даты и времени Вместо вот этих самых полей Будут выводиться обычные текстовые поля В принципе, ничего страшного Но вот такой маленький нюанс Итак, друзья Вот теперь, пожалуй, и все Спасибо за внимание За поддержку Главное, не забывайте ставить лайки Подписываться на канал И делиться этим видео И все у вас в жизни будет просто замечательно Всего хорошего На связи с вами был Серега Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова